всем привет с вами снова алекс дудук студию и сегодня вот в этот вот прекрасный солнечный день я вам расскажу о том как выбрать для себя дудук вообще вопрос выбора дудука стоит в принципе перед всеми начинающим что самое важное нужно знать при выборе ну во первых нужно определиться для каких целей вы покупаете инструмент если вы покупаете для себя инструмент просто поиграть дома для своего удовольствия то в принципе строй инструмента не важны главное чтобы был инструмент мастеровой и от известного мастера и вы были уверены в том что он стройный и качественный вот но учтите один нюанс что классификации дудуков есть несколько то есть как бы есть дудуки которые низкие есть которые средние по диапазону есть высокие пиколки на которых вот чем выше строй инструмента например вот все что например дудуки до дудуки ре ми фа вот эти вот высокие на них сложнее играть чем на дудуки ля си бемоль или си например потому что эти дудуки которые повыше строим они требуют большего внимания к интонированию большего внимания к интонации каждой нотки потому что чем выше инструмент естественно тело дудука идет короче и звуковая волна вот которая проходит через этот инструмент она проходит через него быстрее и вот любая неточность которые у вас есть в губном аппарате там или в горле или в самое простое банальное у вас не хватает опыта как правильно чисто играть вот то будут проблемы с высокими инструментами поэтому для начинающих в принципе лучше брать инструменты которые ниже по звуку далее как выбрать вообще строй как таковой вот если у вас есть цель играть конкретно народную музыку да вот на дудуке то скажу так большинство композиций которые есть в интернете вконтакте например там или вообще на других различных сайтах вот большинство музыки на пы написано для дудука строя ля но это самое так вот сложилось веками что это самый распространенный строй он является как бы средним по диапазону довольно приятный бархатистый звук мягкий и в большинстве случаев его используют вот для игры естественно для освоения этого инструмента он является более комфортным вот если у вас цель цель игры на инструменте это игра в каком-то например коллективе то тут уже надо понимать простой нюанс в какой тональности играет ваш коллектив то есть в обычно в коллективах авторских коллективах слаживается такая ситуация что например привязка к вокалисту или к солисту привязка да и в большинстве случаев используется две каких-то определенных тональности там может быть одна может быть три тональности основных ну вот из этого нужно выходить например если ваш коллектив играет по большей сути в тональности ра минор и ля минор например да вот то вам естественно подойдет дудук до чтобы играть если у вас коллектив играет совершенно разных тональностях и использует практически все что вот весь звукоряд тонов которые есть да то тут уже другой нюанс вам нужны тогда инструменты всех строев потому что дудуки классифицируется на разный строй то есть каждая тональность новый дудук да ну так вот сложилось веками что мастера так делают вот если надо играть там например в си миноре берут ля дудук если надо например играть в до миноре берут например дудук си бемоль вот и так далее поэтому вам нужно понимать с какими целями если этот инструмент например вы покупаете для того чтобы просто кому-то подарить то тут тоже учтите тот момент что надо подумать будет ли этот человек использовать этот инструмент на в каких-то определенных целях или будет играть просто чисто для себя вот поэтому состроим дорогие друзья будьте внимательны про на перед покупкой проанализируйте все что вы будете делать вот на этом инструменте и тогда у вас вопрос выбора станет довольно простым таким вот для того чтобы понять вообще какой строй используется на каком дудуке вот у меня на страничке алекс дудук студио в фейсбуке и вконтакте есть распечатки на которых написан весь звукоряд каждого строя дудука вот и можно посмотреть уже в принципе какие нотки какому отверстию отвечают вот если вдруг есть какие то вопросы к вашему инструменту и например если вы его уже купили и вы не понимаете нужен ли вам строят или нет то вам нужно просто тогда подбирать например репертуар именно под тот строй который вы уже купили например на тот момент не видев например этого видео вот тут уже другой нюанс если вы купили инструмент например строя си и вот какую включаете любую композицию в интернете она например написана для дудука ля что делать ну все просто берете вот этот вот трек который вы услышали для дудука ля загоняете его в программу транскрабл называется такая программка есть и поднимаете на один тонн вверх этот плюсик и играете на дудуке си естественно потом если вы хотите играть под минусовки уже эти композиции то тогда например надо все минусовки подгонять под этот строй вот поэтому друзья думайте будьте внимательны решайте какой вам строй необходим если есть возможность не только посмотреть это видео но еще и посоветоваться перед выбором с человеком который разбирается в этом хорошо вот обязательно обращайтесь и тогда у вас все будет хорошо вы будете получать удовольствие от игры и хорошее настроение вам гарантированно вот и все что я хотел вам рассказать по поводу выбора дудука поэтому дорогие друзья хороших всем занятий приятного настроения с вами был алекс дудук студио пока 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 пока